Проходим руку судьбы. Чем быстрее мы пройдем, чем быстрее начнем проходить Дронина и кем-то еще игры. Осталось самых два потных босса просто. Самых ужасных. Король чешуи. Какие проклятия на меня будут накладываться? Всякий раз, используя способность оружия, игрок потребляет одну единицу пищи. Да, то есть оружием ты просто не попользуешься. Против боссов важных в конце. Кожная сыпь, это просто жесть. Игрок вытягивает карту из колоды боли каждый четвертый ход. Какие испытания? Четыре на шесть чешуи. Четыре державых топора. Шикарно. Спойлеры? Какие спойлеры? Это анонс. Так, нет. Колода. Что бы поменять? Все ли у нас нормально? Может надо что-то снять? В принципе, вроде нормально. Вот по событиям, по встречам. Опа, новые карты. А что мы тут берем? Кровавый аукцион. Блин, они там крольки будут. Так, а что-то на леди-крыс. Кто брать нельзя? Нельзя. Цирк я прошел. Дьявольский. Ученик. Тоже можно убрать. Прилюбезный жрец. Дево. Останки героя. Вот. Ну, к сокровищам нужно. Правда, там какая-то охрана будет, да? Останки героя. Давайте сундук сокровища. Так, ну тут же вроде как есть сюжет в игре. Ооо. У призрака, я так думаю, не просто появляется время от времени повествования. Где этот такой призрак? О чем ты? Ну, сюжет, тут есть разные сюжеты по картам, да. Несколько сюжетов встроенных в игру. А вообще, сюжет самой игры, я думаю, ты как бы умер или в каком-то другом мире и проходишь то, что с тобой типа приключалось раньше. Вот события все эти повторно появляются. Так, ладно, начать игру Король Чешуи. Так, ладно. Начну игру Король Чешуи. по правилам, заставив вас в игре, пока вы были готовы. Притический удар. Игрок наносит тройное урон оглушенным врагам. День сурка. Пари в таверне. Там сам этот ведущий говорит, типа, вот ты проходишь одни и те же испытания раз за разом. Все такое. Пардон. Намекает, как бы. Значит, выйдем в таверне, разговариваем. Хорошей бородой старый салат при зрителях хмыкает. Ага, армрестлинг. Ой, боже. Ставить шлем. Ставить шлем. Давайте поставим. Так. Испытаем удачу. Одна карта добычи и карточную фишку. Двадцать золота. Отлично. Я уверен, что ты благодарен за это. Спасибо. Спасибо за это. Благодарю. Давайте зайдем, может, и купим, хотя денег мало пока. Жилец. Угу. У меня Рок, кстати, сам играл в руку судьбы. Проходил. Угу. Купить богословение. Какие дорогие тут богословения? 60, 75, позже. Снять проклятие. Как дорогое проклятие снимается? В общем, бессмысленно. Продать предмет. Так. Кольцо. Показывай все магазины. Да мне продавать нечего. В общем, не зря зашел. Еда пока есть. Входим. Идем дальше. Так. Я приостановил прохождение на четвертом боссе. Ну, че так... Повсвященных луной и руинам давно забытого замка, собралась толпа нечистых существ. Блин, они же кровь могли пить. В принципе, пока еда есть, но надо ли это? Может, нафиг? А, давайте в другой раз. Не хочу, че-то. Какой-то давать? Я же рассказывал, что пришел к нему на ОХП, из-за этого не падав. Лайпнем все решил приостановить. Торговый пост. Ненадолго приостановил. О, можно еду поменять на товары. Шлем у меня есть, какой-то щит, броню. А че меч не взялить, а? Щит. Щит толку, считаю. Броню, глупо, давайте возьмем. Сущенную броню. О, недвижимый объект. Чяжелая броня. Во время боя эта броня становится крепче с каждым полученным ударом. Ало. Да, дай экипировать. Да. С полгода уже. Ну да. И токен. Токены, то значит у нас новую карту дадут потом. Такая броня модная. Старую можно продать, кстати. Потом. Спринвайна. Правда, теперь еды не осталось. Так, гоблин замаскированный. Дайте ему 20 золотых. Дайте ему хлеб со вашей тарелки. Да бери хлеб, короче. И что? А, он просто меня ударил и я на другой клетку оказался. Шикарный господи, динвайна. Теперь вот думаю, дождаться скидочки на нее в стиме и проходить уже на ачивочки. Понятно. Просто ачивочная зависимость от стима. Хотя я это понимаю вот реально. Там ачивки получаешь, какие-то карточки из игры получаешь. Что-то продать можно. Но там какая-то система вот эта вот. Типа безопасности параноидальная. Всякое удержание товаров, что-то там еще. Я вот от контры три карточки хотел выставить и мне там удержание товаров, там что-то пишет. Что-то такое. Помощь местным жителям. Новая? Вау. Что это такое? Чуть не помню. Карла, хозяин трактира салага на суше, познакомил вас с дозором. Юхоу. Члены дозора смотрят за широкими лесами и долиной, ставшей приютом многим людям. Смещенным с родных мест царями, царящим земле хаосом. Они испытывают множество разных трудностей, с которыми возможно помогают справиться. так голодают. Поможешь с едой. Я бы помог парню, но я сам скоро голодать буду. 450 рублей. Серьезно? А ведь у меня оба со скидкой для учителей. Подумаешь, на дополнение они переведены? Так. Аммм. Так. Ясно. То есть мы... Ой, здоровье теряем. Блин, на этой карте задерживаться, кстати, не стоит, потому что еще какие-то дебафы дают. Бродячий жрец. 12 золотых. Ну, что же вы такси грабите-то? Ну, бери, бери. Благословение за дешевку. А, он пищу подкинул. Плюс три пищи. Ну, не плохо, по-моему. Ага. Московое путешествие. Это сюжетная карта, так. Значит, я маскируюсь по торговце специями, там надо как-то пройти на корабль, очень сложный контроль. Помню с прошлого раза. Нет, очень не успеха. Несколько раз придется тянуть просто. Сейчас две карты на удачу будет, потом одна. Просто жесть. Жестокая жесть. А, я пропустил, где карта? Как думаете, где удачная карта? Ага. Давайте спросим, Шарик. Символ. Мне открыть первую карту? Бессомненно. Ну, давайте откроем первую карту. О, спасибо, спасибо, Шарик. Ты не подводишь всех добров. Ага. Так, и еще последняя самая. По-моему, опять первая. Нет. Ну ладно, если не первая, то вторая, может быть. Ну, не может быть шар, ты ошибся. Я уже думал, мистика и ты всегда будешь прав. Не завезу. Так, идем сюда. Купим еды. Подвел ты мне, не подвел ты мне, шарик. Продать предмет. Продаем среднюю броню. Ну, пока оставим наверно. Аппетиты. 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 Идем дальше. Каменные големы, вроде. Короче, эту карту пока нельзя проходить, а то потом будет... Появятся три карты големов. Во всей колодии их нельзя будет вытащить. Это просто такая боль. Идем дальше. Подземный путь. Кэйвс и каверны. Один не может надеяться, чтобы найти adventure, без маленького дельфинга. Кэйвс. Что ты чё? Так, Магаз тут? Здесь мир игровой поле, все мои игроки. Лишь я не играю, я свяжу соблюдение правил. Тебе есть право на выбор, у меня предано начинание. С другой стороны, твой выбор лишь повторение того. Вот, говорит Зазрас, что тебе уже известно. Нашел бы повторение того, что нам уже известно. То есть, вот он проходит свои старые события в жизни. Гоу големов. Не, не Арукспаган, не а големов. Их, возможно, потом после прохождения игры открою, но это... Прикинь, боль какая. Потом я вообще боссов не смогу пройти. У меня будет на каждой карте по три голема. И лич это струнам завалю. Со второго рада. Жду лета для покупки GTA 5. А что там летом? Подешевеет? Там скидки? Единственное, 90% скидку. Так, тогда можно купить, покатать. Так, сиренады, влюбленные. Ага. Давайте попробуем потребовать плату. За помощь влюбленным. И одну карту кольца дает. Кольцо бедности. Где ты говоришь? Продав это кольцо, игрок потеряет все свое золото и получит плюс один в максимальном здоровье за каждые пять золотых. Ах, шикарно. Что вы думаете, стоит доту играть? Так, кольцо просветления. Если игрок продаст это кольцо, он получит 50 золотом за каждое благословение. Благословения при этом исчезнут. Блин, в принципе, можно на этом заработать, но благословения жалко. А, я помогаю теперь этим. Она попробует. Шикарно. Помог я влюбленным. Так, сколько у меня благословений? Благословений у меня одно. Критический удар. И все. Да, я могу за 50 золот его продать, но... В принципе, могу продать. Я его не особо глушаю. Ладно, пока дальше пройдем, там посмотрим. Так, вообще, стиму второй год пользуюсь. Я там зареган раньше, но я им не пользовался. То есть зарегал, посмотрел доту. Какое-то мрачное, что-то все. Я думаю, да, но прайм красивее. И пошел в прайм играть. Такое. Борьба с людьми-фресами. Нам не золота нету, Сэн. Крюк сделаем. Давайте сделаем. Нежданный портал. Вау. Я тебе напомнил, я думаю, о последствиях магических сил, которые не уничтожены. О! Призрак морей. Крюк под насрек. Одна карта проклятия. Слабые колени, ссоры сбега и веркать снижение на 25%. Ну, спасибо тебе. Как она видит крыс? Шесть чум. Боже, какая боль просто. Хожу и страдаю. Да, да, красава, Роминус, да. Из-за того, что я увидел цену, что он на сайт для учителей. Вот я так же. Жопу-очивки просто, когда можно, как сказать, с большой скидкой купить игру. Надо иметь гибкую психику в нашем мире, а. Оп. Так, это стрелки. На, на. Как они прыгают, просто эти крысы. Боже, что мать. Это просто матрицы. Какое слово в этой игре, просто какое слово божественное. На, воробку. Ах, садило. А, зажали. Че, совсем? Так, для того же, походу, садили. А, я получил 6 игр для стима бесплатно. По конкурсу от Сеги. И вроде как успокоились. Понятно. Тебя купили просто, и ты все Сега заманил. Так, одна карта добычи. Виницы пью за благословение. А у меня одно благословение. Теперь мне продать кольцо? Наверное, продать. Мне нужна еда. Давайте продадим кольцо. И далее несколько. Продайте привав. Хотя, боже. Но если бы он не заехал, было бы несколько благословений. Я бы получил кучу бабла, и мог бы продать второе кольцо, и получить кучу жизни. Ну, говоря, как-то получится так закомбить. Что тут есть вообще? Кольцо дракона не заедет. Кольцо пограбителя. Рога Херна. Хорошая штука против ящеров. 22 бакса надо брать, короче. Серебро, ухимия. Ухимия. Нажимайте 2, чтобы атаковать быстрее с каждым удачным ударом. Чем длиннее серия ударов, тем сильнее действие. Прикваем. Да, 39. Когда вы тянете карту при пасов, вы получаете 2 карты, выбираете одну из них, шикарный, клуб ограбителя. Ну, кольцо дракона, там, стакать надо. Да, в бредине. Потом Грит мне показал скидку на банду. Двух игр в районе 80% я поплыл. Коварный гейт. Да, может. Кольцо торговца. Кольцо просветления. Так, кольцо просветления продаем. Пока, пока наш бабчик. Шлем продаем, получше возьмем. Кольцо торговца может уже продать. Хотя, пока нормально. Купить предметы. Берем рога. Серебро алхимика, может быть. Да, серебро алхимика берем. Будем драться с ними. А еда тут дорогая, за 6 баксов. И что делать? Мне еды-то мало. Профигу, берем еду. Продать предмет золота нету. Давайте продадим кольцо бедности. И не продадим. Нет, пока пойдем дальше. Там посмотрим. В принципе, у меня теперь есть рога. То есть, мой урон по ящерам повышен. Потом у меня есть серебро алхимика. Мне бы еще крутой меч. Крутое оружие с хорошим уроном. Я мог бы часто-часто махать им, драться. Я бы реально мог заблодать в гос. Мне уже хорошую пушку. Очень волны, насколько серьезно. Сундук с сокровищами. Отлично. И следуя подземелье, вы находите в конце туннеля сундук с сокровищами. Подойти к сундуку. Что? Один шанс на удачу. Я уже потерял карту. Челчок. Ловушка. Комещение начинает заполняться смертельным газом. Пытаться уйти от газа. Я потерял карту опять. Ну, ладно, давай третью. Одна карта боли. 14% здоровья. Как, как, просто... Сундук. И сокровища, может быть, попытаться вскрыть. Сокровища. Идите, хлопочки. Так, замок поддается. Вы получаете сокровища. 4 карты добычи. Ух ты. Не зря я добавил сундук сокровищ. Жесть. 30 золота. Вау. 15 золота. 7. Снаряжение. Смертельное причудо. Это оружие случайным образом принимает свойства разного оружия в каждом бою. Прикольная вещь, слушайте. Да, конечно, не экипировать. Как, теперь мне бы... Ну, пища там дорогая. Пойдем дальше и там какой-нибудь торговца найдем. Прикольная вещь. Прикольная вещь. Ауч. Пуск полетнется. Хотя бы у меня пушка нормально выявилась. Теперь у меня шансы прямо не есть какие-то торговцы. Надо сюда пройти. Да. Ты истратил свою валюту, твои воспоминания. Да, это и воспоминания. К оружия взят. Вся-то. Икар. Ой. Повернуть назад. Я не смогу переправиться через реку, потому что у меня тяжелая броня. Это просто нужно говорить. Просто назад, да? О, у меня пища-то закончилась. Жесть, надо дойти сюда. Культ Кракена, серьезно, мне пол хаба и осталось. Этот токен будет улучшить больше карты, если вы можете уничтожить эту встречу. Да, приоделся, только у меня хабчика нету, я голодную смерть убрал. Руководствуясь полученной информацией, вы пробираетесь через заросшие берега и болота в земле, затерянные в загнивающем гибельном тумане. Вы чувствуете запах горевого. Но костра еще не видно и не слышно. Что-то вы истинно чужеродное ожидает вас впереди. Как и все, что мы deal with here. Мы не только говорим о Тавене, но о архитипном идеале Тавене. Но все равно. Капитан, я на куртизанке. Помочь капитану вернуть то, что у него в трюме. Вторая карта, верну успеха. Отлично. Подал. Помог? О, немного припасов. Две карты добычи. Отлично, еду дали. Еще еду, да. Погибнет модным и голодным, да-да-да. Анорексия такая. Никакая красная женщина в эскаке не сможет. Это типа Игры Престолов и красная женщина. Видно. Еще тебя доберут что-нибудь за твое нежелание драться. Ты понимаешь, неорексия, есть время раскидывать камни, а есть время собирать их, да. Не время драться. Ой. Это засада перед лавкой, серьезно? Три мага? Ман. Есть, кстати, анимешка магии. Спойлер, Игры Престолов, банны. А ты не смотрел, что ли, еще? Серьезно, неорекс? Или это в новом сезоне я бы скачать буду? Вот это спойлер, слушай. Понятно, понятно. Вот это спойлер. Так, кувалда какая-то электрическая. Фак. Боже ж ты мой. На, разряд. Ссылку, как тебе? Подкинула кувалды. Боже, он защиту поставил. На, это же хорошее кувалд. Я вообще ее не смотрю. Блядь. Как ты не смотришь Игры Престолов? Неужели аниме больше Игры Престолов? Так, подойти к привал. А вот эта меч только интересная. Прикиньте, вот. Сейчас типа нормальную пушку дала. А я до босса дойду, он мне какое-нибудь место нормального меча. Ржавый топор. Какой подлянка будет. Так, продать предметы. Ладно, пушка все равно лучше, чем обычный топор. Топор продаем. Так, что там есть? Кольцо бедности. Продав это кольцо, ты потеряешь все свое золото и получаешь плюс один за каждые пять золотых. Плюс один к максимуму. То есть, пятьдесят золотых я продаю и получаю десять к максимуму здоровья. У меня может быть сто десять здоровья. Понятно. Кольцо торговца тоже можно продавать, в принципе. Далеко зашел. Продадим кольцо торговца. Ладно, можно не спешить, в принципе. Вот так. Эта штука, думаю, пригодится в боссах. Щит, шлем. Так, купить предметы. А что из предметов есть? Потому что можно просто взять какую-то пушку. Огромный молот. Но это огромный урон, слушайте, кстати. Урон 35. Урон 35. Урона стоимость 50 баксов. То есть, серебро малухимика, прикиньте, а молотом смогу тут накидать просто босса. Щит, аруб. Жмите один, чтобы выполнить сокрушительную атаку, игнорируя попытку врага заблокировать удар. Блин, кстати, щит и аруб-то тоже нормально против ящеров, потому что ящеры блокируют. Щит и аруб хорошая вещь. Долотое кольцо боли. Так. Слишком много мужских пенисов в кадре. Если верить Южному парку. Да, парка. Братья бой. Что именно из Южного парка открывается от яблочной продукции. Мне очень-то хочется встречать человеческие многоножки. Боже. Не, ну что-то смотришь. Да, что-то это инвентарь такое. Я смотрел Южный парк, но не все серии, не все сезоны. Старые больше. И уже забыл, надо вот реально пересмотреть можно. Так, а золотое кольцо боли. Нанося удар по оглушенному противнику, игрок причиняет одну единицу урон за каждые пять золотых у него в кармане. Это не золотое, не, а фигня. Шлем у меня есть. То есть у меня манит какая-то пушка надежная. Возможно щит и рук, кстати. Хотя нет, это активка. Быстрее, по-моему, не провести. Пусть реально молот взять. Либо изменчивый клинок, так и оставить. Молот 50 стоит, а продать клинок сколько соблюдения вы дадут? 14 баксов. Ну, блин, невыгодно, короче. Наверное, изменчивый оставлю. Выключить раны. Это я так вылечу. Тысячи купить можно. 30 долларов, 10 еду. Давайте затаримся. Потом продать предметы. Все кольцо торговца могут продать, потом кольцо бедности. Куба оставить. Потом она мне не понадобится. Кольцо торговца 9 долларов. Чтобы все-таки полечиться. Мне все-таки надо полечиться, наверное. Че мне это, макс, и здоровье? Больше здоровья в Ветлифе. Больше хорошего хлопа, да? Ладно, что-то надо продать. Просто продадим, это сбавляем. Торговца кольцо ставим. Все, золота нет. Плюс 2 к макс-хота. Ладно, короче, пойду так. Все нормально. Водососед по комнате смотрит. Так, там в одной из серий Эйпл похищает Стэна и делает его частью... Эйпл? А, Эйпл, который что ли, эти? Частью человеческой многоножки из-за того, что тот, не читал пользовательское соглашение. Норм троллинг-то. О. Кто их вообще читает? Охота на людей-крыс. Да, в России там все могут быть. Частью многоножки. Одна карта монстра. Четыре, чем мы. Кстати, это вторая охота. Если третью прохоту пройду и не стендут в конец, или... Только надо в эту карту с квестом пройти. По-моему, только с карты, да? Надо заплатить 50 долларов, там. Какие-то мечы дрожат. Так, а что мне за клинок теперь? Просто меч, да? Я говорю, иногда нормально, да? Останется, да? Отлично. Я активирую фигню, и у меня поранят. Блин, ты их быстро кидаю, слушайте. Отлично. Почти без потерь. 10 еды я мог пойду не покупать но серьезно вы издеваетесь верим 20 еды гигантский орел на кольцо кинет вдруг вас накрывает огромная тень поднял голову вы видите что прямо на вас пикер гигантский орел давайте посмотрим подхватывает и выносит ветер свистит у вас у шахара он уберет высоту попробовать вырваться держаться пока пиццу станет подождем просто российские авиалиния почему с вами не летает маленьким озером посадили меня получил токен нормально так транс еще ремесренный продавать мне только одно кольцо и все равно не куплю так что смысл не вижу пройти мимо еда есть у ящеров эти можно сходить подраться можно сходить подраться у меня есть шлем против ящеров я неплохо иду друг босса появится пройти зачем лишний риск потому что пройти потом туда выйти какие комплексы фану флору кейм чан с майк мурица то есть он где-то здесь это последний этаж я приближаюсь его что мне надо что мне надо долгой жизни может попросить либо благословение за какой она даст давайте попросим долгой реки нет он может просто полючить его маг здоровья влечит давайте благословение слушать святое касание миску так используем это против нежити мне против ящеров почему-то только дотоми касание святого это не спище а босс наверно тут сердитый мастер обучение слайд вот так нас а потом длится либо цвета либо тьмы границы же принадлежит однажды ночью уйдете по темным улицам стигала и тут чуть не сбивает бога черху на дородном жеребце другом жеребце смиренно попросить прощения обокрасть богача такой риск обокрасть ребята подумайте что сделать попросить прощения либо обокрасть шарик попробовать покрасть богача сейчас тебе этого лучше не знать здорово команда здорово гой по еврейски так вот как думаешь командор не стоит обокрасть его и попросить прощения тут встретился с кем-то парнем богачом перемей чуть не сбил на лошади краде воруй убивай кемочи воруй кемочи убивай давай обокрасть поздняя команда так я запомнил вот это я все нормально слушая одна карта снаряжение и токен отлично я украл богача ржавый топор вот серьезно да то есть нормально это все законно принципе зря я рисковал ладно токен получил и все хорошо ржавый топор летний солнцеворота это друиды чертовы извращенцы своими ритуалами непонятно в полдень летнего солнцеворота вы приходите священными камням друиды все еще задрапированы из ног до головы балахоны их остыть на камнях и ждут вас начнем же и началась оргия так то есть я уже периметр защищаю друидов они там что-то творят появляются люди крысы две карты монстров а вот курина в плей в ритмах валет чумы и дама чумы или стабильность это сила это карта рука судьбы либо хэн то фэй по-английски шикарный рогалик шикарная игра пройти разок хотя бы стоит один раз пройти шикарно можете не пить не перепроходить ничего но вот разок пройти надо просто меч это какой-то либо какой-то нец это необычный меч блин у них еще свитер какого хрена блин это же отрава о боже ж ты мой ах ты ж я сейчас могу тут склиться просто вот эта дама чумы это такая боль просто просто жесть просто шинкуй шинкуй какая грязь что мне броня тяжелая это бы я уже сдыхал да чёрт возьми и не трогай меня говори на 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 сейчас глупо просто я даже успеваю ничего применить факт Да борожь ты мой, а? Вали. Нееет. Я, короче, сдохну. Просто не дойду до босса. На меня два босса напала. Так, так, все, спокойно, спокойно. Нееет, не хочу умирать. Прилавал мою серию. Так, минус один. Так, этого не до. Отлично. Да боже ж ты мой, опять. Фак. Двигайся, двигайся, двигайся. Да ты уже сдохнешь. Какой пот. Так, отлично завалил. Теперь дыхание ставить. Удохнешь, вдохнешь. Жень, 20 хп. Оооо. Какой флот. Я так нормально одетый, мне просто. 20 хп. Две карты монстров. Две карты монстров. Это, что это значит, быть king. Чтобы вернуться, даже после победы. Серьезно. Серьезно? Что, в натуре? Они решили меня добить просто. Видите мне крутую пушку. Вот, у них там молотный. Меч это. Обычный или что? Просто меч обычный, даже без сады. Двигайся, двигайся. Ух ты боже, ты мой. Так. Покажи класс просто, как ты можешь. Партуть работает. Ускоряйся. Пока я удар не пропущу, и я... ...на пахчейки. Пропустил. Пропустил. Бум. Он свит поднимает. Фак. Пропустил. 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 Ссылку на музыку Подстреливаем Ссылка на клипчики Вообще у меня на странице есть музыка Ну не знаю, насколько анимешная В принципе, может добавиться Вот моя страница Там есть плейлист Ну, то, что у меня в аудиозаписях Я на стриме слушаю Анимешные клипчики Ссылка под видео Сейчас покажу То есть вот Ссылка на YouTube На мой канал Тут вот есть плейлисты И вот здесь вот куча плейлистов AMV1 старые клипы И AMV2 это по-новее Боже, кстати, смотри, как классно махался Мне набитно будет слиться после этого Как я дрался просто Как лев Жаль, я свою атактивку потратил много Это ртуть Допинг Так, ритуал в друидах завершается Так как в тот момент, когда вы расправляетесь с последним из разбойников Твоя сдача Выполнена Вот, держи награду Да не, ничего, командир Нормально, все Пятница Время отдохнуть Ничего не тут Так Сладающий задает вам карту Три карты добычи Теперь эта карточная фишка Проблежит вам Отлично Три карты добычи Ну, у меня потрепало Один пищ 15 заводых я ожидал вообще 7 заводых Мне, короче, теперь лечиться как-то надо Сюда и Сколько мне пищи? У меня пищи-то мало Просто ради такого Я так страдал Я не могу сейчас сюда дожить Если там босс Я что, на 20 кп к нему попаду? Крочи, двигатель к магазу Там я что-нибудь продаю Какие-нибудь кольца Не может И мы живем, может быть Боже, какая боль Если не смог здоровья, скорее Посоветуйте лист? Не знаю На тот вкус 2, 3, 4 Тайное общество Мне нравятся старые клипы МВ-1 Ну и во втором хорошие есть А, там еще есть H-плейлист Кстати, H-плейлист Где эти Хентайные клипы Советую Да, я немножко врубал Когда перерыв Там какой-то И в конце стримов Я врубаю клипы Сейчас Первый лист Второй лист Таш-плейлист Первый лист Первый лист Второй лист И Третий лист Так, ладно В темном переулке В трущобах Древнего города Вы находите дверь С необычными знаками Стучаться в дверь Домовой Поводеносом Говорит Пошел прочь Смерть На тебя Веет Злом То есть А, сюда надо Без благословений Прийти Пожалуйста Без благословений Тогда тебя Зым Засочтут Меня Не сочли Достаточно Злом Так Идем дальше Трансующий Игре Идем 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 Что Командор У тебя вдруг На аниме Крипы потянуло Отдыхаешь Что ли Просто Расслабится Так Продать предмет Мне теперь Не нужно Кольцо Торговцев Не нужно Подаем 5,11 Дуоров Вроде Тут дороже Кольца Продается Или мне кажется Активка Сколько У меня Этого А Нет Это не активка Так У меня Что Серебро Закончилось Серебро Ртуть Активки Нету Жесть Прежде с боссом Без нее драться А я так На нее Надеялся Это печаль Ну ладно У меня есть Рога У меня есть Хорошая Броня И Какой-то Хозет Какой-клинок 33 золота Лечиться Нельзя Купить Предметы Кстати Путь Духов Блин Хорошая Вещь Это Неуязвимо Становиться На некоторое Время Мне И Лечиться Надо И Кольцо Справедливости При Использовании Способности Оружия Все враги Будут оглушены На 10 секунд Кольцо Будет Уничтожено После Такого Боя Вау Прикиньте Какая Убер Плюшка То есть Именно На один Бой С боссом Я могу Использовать Оружие Способность И все На 10 Секунд Оглушаются Просто Стоят Это На целый Бой Так Можно Будет Да Но У меня ХП Не будет И Мне Вообще Может Случайное Оружие Дать Которое Без Аптимной Способности Какой-нибудь Обычный Меч Даст Я Буду Сосать Вапу Что делать Ребят Не в любом случае Надо босса найти А еды Мало Я 33 доллара Скакал Пять еды Нет Короче Ладно Пойду Еды возьмем Но я не знаю Не обязательно Где-то не повезет Либо оружие Без активки Даст Либо Либо Будут Босса долго искать Лучше ХП восстановлю Рискни Не Рокс Не надо Советы Такие Все равно Еды мало А босс Где-нибудь Там будет Да Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Сомн Блин Опять Я пищу Не Я пищу потерял А А Три Возьми Да Да Доходилось Как-то это... Ну ладно, читать мне лень по-английски. Какой восстановили? А, я получаю токен, если выигрываю. А что будет? Лабиринт? Черт, я медленный мне еще. Слабые коленки. Кстати, первый лабиринт в этой игре попался. Раньше не часто попадались. Так, как бич. Нежити. Черт, я сейчас кучу хп могу потерять. Ооо, что за пот? Какие потные раунды. Золото валяется? А, берем, ты что забыл, что тратишь еду за используемые способности оружия? Дай не, Рокс, я забыл. Если я просто провязал. Реально, я совсем забыл про эту хрень. Боже ж ты мой. Реально, если я выживу золотом. Наградите мне чем-нибудь, дайте мне еды, дайте мне покушать, дайте мне золотишко. Я в магаз хожу, за пельмешками. Мистер Кайлонио, what is your experience? Go back into the maze. Вернуться назад в лабиринт? Серьезно? Да ну вас нафиг, просто идите, я лучше включу еды, я пойду сюда, сколько там хп останется. Все, короче шеи, ладно, у меня осталось 80 с хренью попал, не так плохо. Ах, боже ж ты мой, клопот. На чайничка, на водичке написано. Чай, чайничка. Так, король чешуи. В король вселяется их последователю фанатичную преданность, и они не умрут, пока он живет. Король выматывает своих врагов, выпуская из его щита смертоносные иглы. Потом стирает их в прах простой грубой силы. Он жил здесь задолго до того, как сюда пришли люди. Это необычайно могущественное и опасное создание. На его счету немало побед над тварями, которые выплывали из бесконечной тьмы. Из самого ада. Короче, жесть. Надо его первому ввалить, при том он выпускает стрелки какие-то. Смотрите мне хорошую пушку, кунземорозку, я не знаю. Или какую-то мощную, чтобы я быстро из этого. Не жаль, я ртуть потерял. Чтобы я, а то в каком-нибудь мощном оружии могу чуть ударов нанести. Ладно, вперед. Надо показать хороший. Сейчас посмотрим. Что за пушку мне даст интересно. Только не ржавый топор, только не ржавый топор. Теперь тиши. Ржавый топор жата. Пак. Топор? Серьезно, топор? Да, сволочи. Вы просто сволочи. Просто сволочи. На. Я вас понял, короче. Просто мне без активки, без крутого оружия. Какие они просто гады. Блин, к нему еще подойди. Ай-яй-яй, все. Пропускал. Ну, я с этой пушкой буду его ковырять просто тысячелетие. Скорее, сам у меня быстрее не заковыряют. Вот сволочи. Какая подстава? Вы взяли это? Чё? На, на, на. Игона еще убить никого не может. Всякая пулить не мешает тебе, боже, что нахуй. Ой-ой-ой, шепу... Ой, выстрел. Да, топором это... Какие они просто издеваются, наверное? Топор. Могло дать любую там какой-то тюбер-плюшку, мне дают топор. До финального босса. В общем, нам давали шмоты, но и при том, всяких боссов нам давали. Подряд. Еще и не дали оружие нормально, наверное, финальный бой. Стреляй уже. Стреляй уже. Чистая, чистая на топоре. У меня броня хорошая, тяжелая. Вот эта спасает, так бы я уже наогрев тут. Теперь надо стрелков завалить. Не мешай. Ах, ты же слава. Ладно, минус один стрелок. Иди сюда. Иди к бабушке. Это не финальный босс, это предфинальный. То есть, ну как я понимаю, еще будет крупье сам. Я же говорю, два босса еще. Потом будет финальный босс, то есть, смотри, будут все боссы эти раньше, которые были короли. И будет самый главный, вот это крупье, вот просто за столом, который сидит, огромный тугой будет. И там по столу будете скакать. Сколько помню, как это так. Я не помню, я проходил ли его, вот я, возможно, на нем засыпался. Когда я раньше играл. Да. Ну, хотя бы с этим я справился. Ах. Это не финальный босс, это предфинальный. Полагил всех моих придворных, игра закончена. Но ты еще не заслужил право на жизнь, у меня осталось все. Вы кое-как, последний трюк. Босс раж, серьезно. Это босс раж? Босс раж называется, да? Босс раж. То есть, подряд все эти боссы будут, все короли. Король пыли, король скелетов. Король чешуи. Король крыс. Улучшение кинжала. Новое начальное модирование. Кинжал. 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 Нашу сделку. Кто победил. Даже если я сейчас работаю против моего. Кинжал. 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 в торговом поста в дремучем лесу вы получаете пища. Так, и что получаем? Какая-то броня, зачарованная броня и кольцо торговца. Кольцо торговца вроде нормальное, что-то такое. За полет на Орле вы получаете 25 золота, проклятое сокровище. Вау! За то, что обокрали их главу гильдии, вы получаете 5 золота. Так, Одиночий бард, новая карта. И кольцо мастера гильдии. И кольцо мастера гильдии. Так, это за что? За защиту ритуала друидов вы получаете карту... Вау! Ритуал сумерков! Блин, ритуал друидов такой потный был, а ритуал сумерков это что будет вообще? Страшно представить. В качестве награды за победу над моим королем людей-ящеров вы получаете... Солдаты на подворье... Солдаты на подворье... Солдаты на... Ладно, может ли на подворье есть? Нифига не вижу... Не видно весь экран, да? Так... Кровавый серп... Принокнул... Не помню, что он делал... Не надо... Кольцо мастера... Кольцо мира... Шикарно... Только я остался... Остался только я... Солдаты на подворье... Солдаты на подворье... Пояс, ... Ха-ха Кускай...